Всем привет! В эфире кулинарное шоу «Время» есть с Ириной Ортман и с Марией Шматковой. Это программа о вкусной и полезной еде. Это не просто кулинарное шоу, это интересные встречи, эксклюзивные интервью и сюрпризы. В первую очередь для нас, ведь мы не знаем, что сегодня будем готовить. Ир, давай посмотрим. Пакет у тебя. Пакет у меня, предоставлен он нашим спонсорам о подворье. Достаем, лови. Салат. Я очень люблю, когда у нас в блюдах много зелени. Но наше кулинарное шоу «Вкусная и полезная еде». Сегодня будет салат. Салат муту. И вот это настоящий сюрприз. А в этом пакете у нас семга. Абольшая. Сегодня мы будем готовить стейк из семги и салат. Ну что, приступим. Пока ты готовишь салат, я отправлю нашу семгу в духовку. Она готовится очень легко и просто. Так, сегодня мы с тобой делим обязанности. Ты готовишь рыбу, а я салат. И делаю все это руками. Так рекомендуют все шеф-повара. А чем мы хуже? Ничем. Смотри, Ир, рыбу мы обильно посыпаем солью крупной, травами. Я предпочитаю французские, но можно использовать любые. И обязательно добавляем немного розмарина. Прям чуть-чуть он придаст вкус. И мы обязательно поливаем все лимоном. Ой, как это вкусно. Это действительно очень вкусно. Маша, а мы будем добавлять масло? Обязательно. Как же без этого? Немного масла оливкового не повредит. Меняем местами наши стейки. И делаем все то же самое, но с другой стороны. Кстати, Ир, я не знаю, делаешь ли ты так, но я обязательно оставляю несколько долек лимона на рыбе. Вот за что я люблю нашу программу, Маша, за то, что даже для себя можно найти очень много полезных советов. Поэтому смотрите наше кулинарное шоу. Запоминайте все советы Ирины Ортман и Марии Шматковой. Оставайтесь на канале ОТВ. Не переключайтесь. Ну что, самое время отправить наш стейк в духовку. И мы его прямо сейчас отправляем в духовку на 35 минут при температуре 220 градусов. Поехали. Это, кстати, вообще один из моих самых любимых салатов. Вяленые томаты я обожаю. Черри я разрезала на две части. Ты как дома делаешь? Расскажи, пожалуйста, Маш. Ты крупный, ну, целый кладешь салат? Ну, знаешь, в зависимости от настроения я могу разрезать черри на четыре части, могу на две, как захочется. Пармезан вот я, например, обычно натираю на терке. А я делаю вот так. Я его сейчас порежу вот так соломкой, а потом я его руками разомну. Какой пармезан. Обожаю пармезан. Мне кажется, я очень люблю пармезан. Смотри, и теперь мы будем делать вот так практически как будто бы на терке. Только все руками. Я вообще обожаю, что касается теста, что касается каких-то блюд, где можно использовать ложку, я всегда делаю это руками. Потому что через руки передается энергетика человека. Маша, наш салат почти готов. Я хочу внести пару штрихов. Я вижу, что у тебя остался лимон. Я его добавлю сюда вместо соуса. Это тоже придаст пикантный вкус. Я очень люблю все заправлять лимоном. Смотри, а я тебе предлагаю наш салат выложить вот на это прекрасное блюдо. Да, и финальный штрих мы кедровыми орешками украсим и добавим немного кунжутного масла. Помнишь, да, я сейчас прошла программы, мы говорим о том, что кунжутное масло не испортит никакой салат. Запоминайте. Вяленые томатики вот так вот. Оп. Оп. Смотрите нашу программу «Время есть», ведь здесь самые простые и доступные рецепты для любой хозяйки. А еще они очень вкусные и полезные. Сегодня у нас прекрасные гости, интереснейшая собеседница. Дам несколько подсказок. Давай, давай. Это мама двух очаровательных детей, которая занимается продвижением проекта трудоустройства подростков. А еще она помогает своему супругу в его творческой деятельности и является для него главной музой. И не только творческой, Маша, и политической деятельности. Политической деятельности тоже. Буквально через несколько минут она придет на нашу кухню, и вы узнаете, кто это. А пока не переключайтесь, оставайтесь на канале ОТВ. Ведь время есть. Время есть. У нас в гостях Наталья Майданова. Общественный деятель, муза, надежный тыл заслуженного артиста России Дениса Майданова. Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня. Наташенька, добрый день. Мы очень рады приветствовать тебя на нашей кухне, в нашем кулинарном шоу. Время есть. Мы честно готовились, очень переживали. Хотелось тебя удивить и порадовать. Признайся, как ты к съемке относишься? Девочки, во-первых, привет. Давно вас всех не видела и очень рада. И вы угадали с моим вкусом. Семга, сыр, орешки, зелень. Это все, что я люблю. Это вот прям тот набор, который, наверное, должен быть у меня в рационе каждый день. Поэтому спасибо большое. Ну что, давайте попробуем? Давайте, с удовольствием. Мне самой не терпится. Что же получилось? Рыбу делала Маша, а я салат. Очень вкусная. Очень вкусная, правда, и очень красивая. Знаете, еда должна быть красивой. Она должна вызывать эстетическое удовольствие, прежде всего. Потому что ты должен ее хотеть. И ты должен наслаждаться приемом пищи. Мы с тобой все удалось. Мы сегодня и говорили с Ириной, пока ждали тебя в гости, пока готовили это блюдо, что немаловажно, подача. Правильно. Существует миф, что мужчины гораздо вкуснее готовят женщин. Скажи, пожалуйста, кому пальма первенстве принадлежит на вашей кухне? Ну, так как я родилась и выросла на Востоке, в Ташкенте, я до 22 лет жила в Ташкенте. И, конечно, восточные женщины должны готовить. Это не обсуждается. Но на всех праздниках готовят исключительно мужчины. То есть праздничный плов готовят только мужчины. Женщины в это время не подходят. Дома Денис готовит? Открою нам секрет. Я, к сожалению, Денису просто некогда готовить. Его постоянно не бывает дома. И когда папа приезжает, конечно, нам хочется его порадовать самим. То есть мы готовимся к папиному приезду. Раньше это были только гастроли, и мы увидели его редко. А теперь это еще и работа в Государственной Думе, которая занимает у него практически 24 часа в сутки. И здесь мы, конечно, тоже не можем папу заставить готовить. Но хочу вам сказать, что если папа берется за дело, и если он что-то все-таки хочет приготовить, там, яичницу или пельмени, он сделает это очень вкусно. Его коронное блюдо какое? Все-таки пельмени или яичница? Расскажу такую историю. Задумалась! Расскажу такую историю. Мы когда с Денисом только познакомились, вот только начали встречаться. Мы с ним жили там в разных квартирах. И первый раз я пришла к нему в гости, и я говорю, ну, у тебя, ну, как вообще там поесть, что-то еда есть какая-то? Ну, я просто заботилась о его здоровье, что мужчина должен питаться правильно. Он говорит, да, у меня есть суп. Я заглядываю в холодильник, а там стоит кастрюля, пустой холодильник, вообще ничего нет. Есть кастрюля, а в ней стоит ложка. И это был суп. Ну, так вот, чтобы вы понимали, холостяцкий суп, который должен быть и первым, и вторым, и третьим, и все вместе. Ну, это уже прекрасно. Поэтому его коронное блюдо, ну, не знаю. Наташа, мы изучали твою биографию, и вот я прочитала, что ты сочиняла стихи. И сочиняешь, надеюсь, да? Что тебя вдохновляет? Ну, наверное, знаешь, как любая там, любой молодой человек в студенчестве, мы все вот склонны к творчеству. Мы влюбляемся, переживаем какие-то эмоции. И я была не исключением, и, да, я писала стихи. И когда мы с Денисом познакомились, как раз вот мы познакомились как бы на этой теме моих стихов. И он тебя раскритиковал? Это правда? Это правда, да. Это правда, это правда. У меня первое знакомство, стихи, которые ты им показываешь, он говорит, все, нет, не то. Ну, он не сказал, нет, не то. Учитесь, но он конструктивный, да? Конструктивный тебя сказал. Он очень конструктивный, и он такой вот, он профессионал своего дела, и он считает, что если ты что-то начинаешь делать, то делай это тоже профессионально. Или, как ты говоришь, Маш, идите и учитесь. Вот, поэтому я ему принесла свои стихи, они ему понравились, но не понравились какие-то обороты, там, ну, это же должно было стать музыкальным произведением, по моему, как бы, восприятию. И он начал черкать там все, и там, вот это исправишь, вот это вот поправишь, вот это слово заменишь, это там, ну, и так далее. И вот, в общем, все мне перечеркало, и я такая, ну, мне было обидно, я, ну, не привыкла к такому обращению, это же творчество, ну, творчество, оно же от души. И имеет право на свободу, да. Да, и как так вот для, в моем понятии, это было, конечно, очень жестко с его стороны, я на него сильно обиделась. Обиделась и ушла, и сказала, что все, и моей ноги больше здесь, в этой студии не будет, я больше никогда не вернусь. Но вот судьба распорядилась так, что я не вернулась, но стали происходить такие события, которые просто нас сталкивали, сталкивали до определенного момента, и все-таки столкнули. Видимо, кому-то на небесах было очень нужно, чтобы мы были вдвоем. Абсолютно точно. Благодаря тебе Денис пишет, вдохновляется, ты действительно его муза, ты его надежный тыл, мы уже об этом говорили. Ты то, что обеспечиваешь ему, создаешь комфорт, уют, и он может спокойно ездить на концерты, гастролировать. Сейчас он занимается политической деятельностью. Как тебе все удается это совмещать? Потому что ты ведь, по сути, выполняешь и роль его директора. Сейчас мы, конечно, уже немножко там как-то расширили свою команду значительно. То есть, когда мы только начинали работать, да, я была, в общем, за всех. То есть, Денис выходил на... И жена, и директор, и мама, и все. И бухгалтер, и пиарщик, и все-все-все на свете, организатор концертов. Так, чтобы вы понимали, я одна организовывала все концерты его в Кремле, в Крокусе и так далее. Все рекламные компании занималась, продажами билетов. Ну, в общем, все. От начала до точки. И, конечно, было очень сложно. Но, на самом деле, когда ты делаешь что-то, что тебе очень нравится, что тебе интересно, тебя так драйвит. А я вообще такой человек, я не могу сидеть на месте, мне неинтересно, мне скучно. Вот даже мы, когда приезжаем куда-то отдыхать, ну, вот два дня мы такие лежим вот на солнце, а потом все, мне надо что-то делать, куда-то себя девать. Поэтому для меня несложно. Я легко совмещаю роли мамы, жены, директора. Теперь еще вот, это будет, наверное, совсем интересная такая новость. Ну, я даже сейчас занимаюсь законопроектами уже в Госдуме, потому что тоже, ну, как бы я правая рука Дениса, как была, так и осталась. И теперь занимаюсь. Это политическая деятельность, это тоже было наше совместное решение. Мы поняли, что да, мы хотим и можем, и мы должны даже в какой-то степени. Наташа, ну, вы сразу поддержали Дениса в его решении пойти в Государственную Думу. Я даже в какой-то степени подтолкнула его к этому. Потому что, ну, Денис, он такой, ну, ни для кого не секрет, что он патриот своей страны. Он действительно любит свою страну, я люблю эту страну. Потому что, знаете, когда у тебя была одна родина, ну, то есть я имею в виду сейчас вот по месту рождения, это город Ташкент, в котором я родилась. А потом, ну, в связи с событиями, там, развала Союза и, ну, там, гонений определенных, у тебя этой родины не стало. И когда я приехала в Россию, в Москву, было очень тяжело, очень тяжело. И когда вот мы все-таки сами своим трудом, своим вот этим напором добились чего-то, и ты понимаешь, что как сложно вообще, ну, когда у тебя отбирают родину. И для кого-то, может быть, многие люди, которые живут постоянно там в нашей стране, они этого не понимают. Сейчас, ну, делается все, да, пропаганда, чтобы мы думали, а там вот где-то, там лучше. А вот у нас не очень. Это неправда. У нас тоже, у нас очень, и у нас лучше, чем там. И нужно всегда помнить, что родина, она твоя здесь. И нужно делать для этой родины просто больше, чем вот, может быть, ты хочешь, может быть, чем ты можешь. Но на самом деле каждый из нас может больше. И мы в какой-то момент с Денисом поняли, что мы можем больше, больше, чем просто нести даже вот эту культуру, патриотизм. Мы можем что-то сделать конкретно, делами. И когда мы уже пришли к этому решению, тогда мы посоветовались, такой у нас был семейный совет, и мы поняли, что да, мы готовы. Потому что это все-таки, как я уже говорила, это совместный труд. Это не то, что вот он пошел в Госдуму, а я там осталась где-то своими делами заниматься. Нет, у нас в семье не так, мы всегда занимаемся всем вместе. И это секрет вашей счастливой и долгой жизни совместной. Ну, в том числе, наверное. Наташ, сейчас разрабатывается проект по трудоустройству подростков. Расскажи об этом. Кому из вас принадлежала эта идея, и почему вы решили обратиться именно к этой проблеме? Ты знаешь, изначально идея принадлежала мне. Наверное, мы всегда в жизни занимаемся тем, что касается конкретно нас. Тогда мы еще не были в политике. Я руководитель некоммерческой организации «Территория первых». Ну, также еще у меня есть там съемочная тоже компания. Мы снимаем контент, документальные фильмы про историю нашей страны и так далее. Тоже для подростков в таком короткометражном формате, чтобы это был такой интересный контент. Легко в них сходил. Образовательный, да? Образовательный, да. Ну, мы уже достаточно взрослые люди, и дети у нас, и у друзей у наших тоже. Мы уже подошли к такому возрасту 14-16 лет, и как оказалось, что дети хотят работать. Вот наши дети. Конкретно ваши. И наши, и наши. Борислав пока не живет. Борислав маленький, но Влада, как и Мирослава. Я хочу сказать, что Мирослав тоже ждет, не дождется, когда исполнится 14 лет. Это вот в 2022 году, он говорит, все, я иду работать. Да. Но только вопрос, куда? Куда? Да. И у нас, у наших друзей дети немножко старше. И у них этот вопрос возник раньше, и они пошли работать. Как, ну, куда могут пойти работать дети? Они пошли в кафе какие-то там, в московские там и так далее. Не буду называть, хотя очень хочется назвать эти сетевые рестораны, которые обманули детей. Дети проработали месяц, они им не заплатили и выгнали их на улицу. Ну, кстати, частая история, если мы говорим о неорганизованном рабочем процессе, вот именно подростков, когда их обманывают. Абсолютно, абсолютно, да. Обещают, они на деле оказывают совершенно другое. Да, и мы понимаем, что подростки ничем не защищены, они не знают, куда им обратиться, куда им потом, кто их вообще защитит. Они не знают, что такое вообще трудовой договор. Они не знают, какая ответственность работодателя должна быть перед ними. И свою ответственность перед работодателями они ничего не знают. В общем, этот вопрос очень не освещен. И самое главное, что об этом не знают родители, поэтому они им рассказать тоже не могут. Вот. И, конечно, мы озадачились этим вопросом. Мы решили сделать отдельную, создать платформу и приложение для детей, где будут вакансии проверенные только от проверенных работодателей, только для подростков. Вот в возрасте от 14 до 18 лет, вот когда они могут уже начинать свою трудовую деятельность официально. С 14 они с разрешения кого-то из родителей, а уже там с 16 лет самостоятельно могут подписывать трудовой договор. Но, когда мы начали уже работать над созданием платформы и встречаться с потенциальными работодателями, мы поняли, что вопрос гораздо глубже. И проблема сложнее, потому что работодатели не очень хотят брать подростков из-за того, что есть какие-то ограничения. Сейчас мы ищем вот эти вот все камни преткновения, которые не дают подростку и работодателю нормальному встретиться и заключить этот трудовой договор. Потому что мы опросили 15 тысяч подростков, 76% хотят работать. Наташа, когда проект планируется запуститься? Ну, мы уже его отчасти запустили. Мы начали разработку платформы. Это все тоже не очень быстро, потому что она у нас такая объемная получилась. Ну, какие-то сроки ставятся? Первого сентября платформа будет готова. Я надеюсь, что у нас законопроекты тоже не заставят себя ждать. Поправки мы тоже где-то там за год успеем внести. Мы искренне желаем вам во всех ваших начинаниях успехов. Спасибо. Чтобы платформа была запущена, подростки трудоустроены. Чтобы получали за свой труд. Чтобы получали за это заслуженные деньги. А родители были спокойны. Наташенька, спасибо, что сегодня ты была вместе с нами. Спасибо за интересную беседу. И эти скромные цветы для тебя. Ой, какая прелесть, какая красота. Смотрите кулинарное шоу «Время есть» на телеканале ОТВ с Ириной Ортман. И Мария Шматковой. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова